Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак представил в Симферополе руководителя обновленного Южного федерального округа Владимира Устинова. Совещание с участием первых лиц Крыма и Севастополя состоялось в Совете министров. Чрезвычайно важно, что сегодня появился полпред по Южному федеральному округу, куда вошли Крым и Севастополь. Первая первостепенная задача полномочных представителей президента – это координация обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти. Я уверен в том, что Владимир Васильевич с большим опытом работает на этом посту, внесет свой дополнительный клад в эту важную работу. Я знаю Владимира Васильевича очень давно, давний товарищ, предупреждаю Владимира Васильевича строг, но очень справедлив. Владимир Устинов, в свою очередь, назвал объединение Крымского и Южного федеральных округов важным событием для страны, которое позволит повысить эффективность деятельности федеральных органов государственной власти на юге России. Это важное событие для нашей страны, которое позволит повысить эффективность деятельности федеральных органов государственной власти на юге России и ускорить интеграцию процесса, будет способствовать более действенному управлению региона. У нас с вами будет работа, долгая, надеюсь, и продуктивная. Новый полпред президента в Южном федеральном округе представил собравшимся временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Я сделаю все возможное, чтобы губернатор Севастополя получил свое дальнейшее развитие, интеграцию в экономику ближайших регионов, в экономику России, настроен на работу конструктивно. Получил соответствующие пожелания от нашего президента Владимира Владимировича. И пользуясь случаем, конечно же, я с коллегами всех ветвей власти, с коллегами из Республики Крым, Сергеем Валерьевичем намерен выставить конструктивные взаимоотношения. И я уверен, что через год, через два можно будет реально оценить, готов к здоровой критике. На этом же заседании поставлена точка в карьере Олега Белавенцева как полномочного представителя президента России в Крымском федеральном округе и Сергея Миняйла как губернатора Севастополя. Они направляются на Кавказ и в Сибирь полпредами. Дмитрий Козак поблагодарил их за двухлетнюю работу. Те задачи, которые были поставлены президентом при формировании Крымского федерального округа, они в целом выполнены. Главная задача состояла в том, чтобы Крым и Севастополь прошли ту невозвратную точку, когда уже весь регион и оба субъекта являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Это мы с вами сделали в достаточно сложных и тяжелых условиях. Успехов здесь в работе на процветание нашей Родины России и Крыма. Севастополь – это жемчужина нашей Родины. И, как Олег Гвень сказал, мы не уезжаем куда-то на время, просто остаемся душой с вами. Я всегда к вашим услугам, всегда буду любому вашему звонку, всегда готов идти на помощь. Спасибо, успехов! Время уходит, то есть меняется. Но крымчане знают и помнят, как все это начиналось. Мы знаем, как все это было. Олег Евгеньевич был модератором здесь, главным лицом, который принимал на месте решения. Понятно, президент принимал в Москве и команду давал. Но мы это знаем и помним, Олег Евгеньевич. Поэтому вы почетные граждане Республики Крым. Вы мой друг, то есть очень близкий мне человек. Я все время с вами рядом. Крымчане, я уверен, вас никогда не отпустят. И в нашем лице вы всегда найдете друзей, союзников. Но я уверен, что отдыхать вы будете только в Крыму. История все расставляет по своим местам. Так что совершенно точно, она перед нами очень серьезные задачи формулировать и ставит. Я уверена, что те задачи, которые поставлены президентом, и которые на нас возложены все, мы будем осуществлять и реализовывать. У нас много проблем, но мы уверены, что при помощи теперь полномочных представителей и в Сибирском федеральном округе, и в Северокавказском федеральном округе, они нас не забудут. И тем более под руководством Кустинова Владимира Васильевича. Мы постараемся в Севастополе сделать все возможное для того, чтобы Севастополь процветал. Напомним, 28 июля президент России Владимир Путин подписал указ о преобразовании Южного и Крымского федеральных округов в Южный федеральный округ. Согласно указу, в ЮФО вошли Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область и Севастополь. Дмитрий Слизовский, Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.